Всем привет! Я предлагаю снова приготовить творожную запеканку. У меня уже тысяча и один способ это делать. И сейчас это будет совершенно новый рецепт, который придумала я сама. И как обычно нам понадобится одно яйцо, затем рисовая мука, чуть-чуть сольки, 3 пачки творога. Мне очень нравится Савушкин 5%, прям очень. Затем бомбер любого вкуса, ванилин, заменитель сахара или сахар, или вообще без того и без того. И цукаты. Цукаты у меня сегодня длинные. Это ананасы, но они продаются еще и порезанные кубиком. Можно купить сразу порезанные и не заморачиваться. Начну с яйца. Немножко подсолим, совсем чуть-чуть. Три пачки творога. Сейчас я все это перемешаю. На первый взгляд это выглядит теперь суховато, поэтому нам нужно молоко. Молоко или сметана. Я возьму молоко. У меня молоко полтора процента. Я налью буквально полстаканчика. Все. Может быть чуть-чуть больше. Теперь муку вот такую рисовую. Если нет рисовой, можно пшеничную. Но с рисовой получается более шикарно. Более она такая нежная, воздушная. И где-то 3 столовые ложки. Этой муки. Все. Достаточно. Сюда же я отправляю ванилинчик, пакетик. Так. Высыпаю, высыпаю. Без ванилина никуда. Это вообще вкусняшка. Теперь вы можете добавить, замените сахаром, стевием. По своему вкусу. То есть это или 3 штучки, или 5 штучек, или 10 штук. Или можете просто сахар добавить. Ну, я, наверное, добавлю 2 штучки. 2 штучки. Вот 2 таких пакетика я добавлю. Вот 1. И 2. Так. И теперь идет самый творческий процесс. Я возьму батончик клубничный у меня сегодня. Бомбар. Ну, люблю я его. Да, люблю. И цукаты сейчас я нарежу. Разные цвета. Вот. И добавлю все это в творожную массу. Вот так выглядит батончик до того, как я его порезала. И вот так после. Теперь я все это отправляю сюда. Ну, конечно, перемешаю равномерно. А пока займусь цукатами. Так. Я думаю, что этого количества будет достаточно. Здесь 2 полосочки желтого ананаса, 2 полосочки оранжевого и зеленого. Хотя визуально кажется, что зеленого меньше. Так. Добавляю все это тоже сюда. И сейчас буду все это перемешивать, складывать. Все. Я перемешала. Теперь это все стало непонятного вида. И нужно срочно нам перекладывать форму для выпечки и выпекать. Все. Саму форму я смазала немножко маслом. И выложила туда нашу красивейшую массу. Теперь все это я ставлю в духовку. И буду ориентироваться на цвет внешней корочки. То есть, как только сверху зазолотится наша запеканка, значит все готово. Около 45 минут запеканка запекалась в духовке. Я ее ставила в неразогретую, в холодную духовку. И теперь я немножко подожду, пока она остынет. И буду разрезать. Вот такой аппетитный кусочек получился. Здесь видны цукаты. Сверху сметанка и красная смородинка. Которую я достала из морозилки. Она уже немножко растеклась, потому что запеканка еще горячая. Вот такой интересный рецепт для разнообразия. Как разнообразить творожную запеканку, если вы их любите, как люблю их я.